Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. В республиканской столице в рамках национальных проектов «Жилье. Комфортная городская среда» и партийного проекта «Единая Россия. Городская среда» продолжается реконструкция придомовых территорий. На сегодняшний день практически готовы к сдаче все девять запланированных объектов, а накануне составился промежуточный выезд комиссии на реконструируемые дворы с тем, чтобы определить оставшиеся еще недостатки. Мадина Каракетова продолжит. Шестилетний Амир Баукаров, приехавший в черкесской столице России, любит проводить время во дворе дома. С недавних пор он заметно преобразился. Нравится горка и песочница, и качелька нравится. Ну вообще тут у вас красиво, как ты думаешь? Я думаю, что когда Кашу приехал, как-то у меня было уже понятно, что это новый двор поставили, сделали. А я помню, как раньше все было. А как было раньше? Не было горок, не было песочницы, не было таких качелек, ни одной. Только были те качельки, и то там одна сломанная была. Мне очень нравится площадка. Супер! У нас были качели наполовину сломанные, наполовину еще ржавый асфальт весь в камнях. Качели скрипели, ни одной горки не было. Теперь здесь красиво, мне нравится. Баскетбольную площадку сделали, сетку привезли. Мне нравится. Негде футбол было играть, они там, а на чужом газоне играли. Когда мячи пробивалось, там с помощью шипов. Нас выгоняли оттуда, загнались. Скучно было там играть даже. Мало людей гуляло, сейчас так много стало. Двор по адресу Некрасова-5 был одним из самых неблагоустроенных в Черкесске, пока не попал в список территорий, подлежащих реконструкции по партийной программе «Единая Россия. Городская среда» в рамках нацпроекта «Жилье и комфортная городская среда». Как и дворовая территория, домов 36, 40 и 41 на улице космонавтов. И здесь счастливые дети спешат поделиться своей радостью. Мне очень нравится, тут очень весело, особенно на этой качель качающей. А мне нравится кататься на горке, она очень удобная и красивая. Ничего не было. А что было? Только песочница. И земля, и дерево много было. И машин очень много было. У машин теперь своих места появились. Мне тут очень нравится то, что тут машины не могут заезжать. И нравится, где детям можно поиграть. Тут я могу следить еще и за братьями. Мы все вечером собираемся и играем. Нам очень весело. Мне очень тут нравится вся площадка, особенно у тех качелей, которые без спинки. Они очень крутые. И моей сестреньке тоже нравится. Мы каждый вечер тут собираемся. Тут очень много детей. Такой же шквал эмоций у детей в остальных семи дворах города, сдача которых запланирована на 20 августа. Комиссия, состоящая из представителей Народного собрания Карачаева-Черкесии, Думы Черкеска, Общественных советов и ЖКХ, перед сдачей еще раз решили проинспектировать ход работ, чтобы не осталось недоделок. Есть мелкие детали, мелкие замечания. Выезды в разные дворы показывает немножечко разный подход, несмотря на то, что вроде бы одно муниципальное образование, но все-таки наблюдается разный подход подрядчиков к благоустройству. Мы, наверное, выработаем какие-то свои пожелания и замечания имеющиеся у нас. Они, может быть, небольшие, но значимые для жителей. В целом люди, конечно, очень довольны преображающемуся городу. Жители близлежащих домов высказали свои пожелания, которые были услышаны комиссией. По словам Шахима Казанова, главного специалиста отдела капитального строительства и ремонта управления ЖКХ Черкеска, обязательно будут учтены. Есть определенный перечень работ, которые необходимо сделать при благоустройстве. Это у нас установка освещения, детская игровая площадка, сквозные проезды, тротуары и установка лавочек ОРН. То есть основной перечень работ, которые мы должны в каждом дворе выполнить. Это минимальный перечень. В этом году во всех дворах все виды работ были выполнены. И, что немаловажно и было верно подмечено, детьми во дворах решен извечно проблемный вопрос с парковкой автомобилей. Правда, по словам Шахима Казанова, находятся недовольны и этим. Но в любом вопросе необходимо находить компромисс. В этом году, по словам представителей комиссии, реконструкции охвачены дворовые территории 22 многоэтажных домов Черкеска. В последующие годы такие же преобразования будут практически везде. Заявки от горожан продолжают поступать. Программа у нас действует до 2024 года. Но мы знаем, что по поручению президента страны некоторые национальные проекты будут пролонгированы до 2030 года. Мы очень надеемся, что эта программа будет одной из тех, которая получит свое продолжение. Партия «Единая Россия», по словам депутата парламента Карачаева Черкесии Фатимы Кардановой, в свою очередь, будет ходатайствовать о продолжении программы по благоустройству дворовых территорий. Поскольку комфортный и красивый город, счастливые дети и довольные условиями жизни и досуга взрослые, это один из приоритетов государственной политики. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашилбоков, Павел Ашмарин. Вести Карачаева Черкесия. Вести из оперативного штаба. На сегодня в Карачаево Черкесии выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 4603. Из них 4100 выздоровели, госпитализированы 73 человека. Сегодня стартовала оставшая уже традиционная ежегодная благотворительная акция «Помоги пойти учиться». В рамках этого мероприятия первоклассники из семи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили возможность подготовиться к учебному году и приобрести школьную форму. Организатором выступило Министерство внутренних дел республики. Также участие в акции приняли сотрудники службы судебных приставов, Федеральной службы исполнения наказания, Следственного комитета и другие. Подробности у Мурата Джанкезова. Вот уже восьмой год МВД по Карачаево-Черкесии проводит эту благотворительную акцию. С наподственными словами к детям обратился замминистра внутренних дел Александр Середа. На информационные письма общественного совета при МВД КЧР откликнулись не только представители силовых ведомств, но и работники «Газпром», «Межрегион», «Газчеркеска», «Руссети», «Северный Кавказ», предприниматели и просто неравнодушные граждане. Я скажу, что энергетики с удовольствием принимают участие в таких акциях, потому что для нас большая честь делать доброе дело, приобщиться к добрым делам, которые проводятся в республике. Служба судебных приставов каждый год участвует в подобной акции. Мы всегда с радостью готовы помогать детям собраться в школу. Мы надеемся, что эта акция поможет нашим деткам пойти в школу подготовленными. Сегодня более ста первоклассников вместе с родителями выбирали школьную форму в просторном магазине, где представлен широкий ассортимент детской одежды. Мы выбираем своему сыночку, старшему, который идет во второй класс, школьную форму. Очень приятно, спасибо большое за такую поддержку, это очень важно, потому что много нуждающихся семей, особенно сейчас, после этой пандемии, но очень тяжело и с зарплатами, и с деньгами, поэтому спасибо большое, очень приятно. Да, наш магазин не остался в стороне, и мы сегодня одеваем 20 детишек, и мы очень рады их полностью предоставить. У нас широкий выбор, ассортимент, доступные цены, и я надеюсь, все останутся довольны. Ребенок сегодня должен выбрать вещи, которые ему понадобятся именно к подготовке к школе. Это школьный ранец, это школьная форма, это колготочки, это юбочка, спортивная одежда, спортивная обувь. То есть все, что ему пригодится к школе, он может сегодня выбрать. А вы видели сами цены, они очень даже доступные. Ребенок может с ног до головы одеться и подготовиться к школе. Акция разделена у нас на четыре этапа, и направлена она. Первый этап мы сегодня проводим под названием «Первый раз в первый класс» и одеваем всех первоклашек, которые к нам обратились. На втором этапе будет оказана помощь детям, состоящим на учёте. Третий – для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. И на четвёртом этапе весь сентябрь будут выявляться дети, которые не посещают школу, и, соответственно, им будет оказана всемирная помощь. Мурат Шанкёзов, Олибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии на земле Эльбруса переменная облачность. Ветер из берегов Каспийского моря 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днём плюс 21, плюс 24. Ночью в горах местами кратковременный дождь, днём без существенных осадков. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днём плюс 12, 17. В столице республики переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью плюс 12, 14, днём плюс 24, плюс 26. Продолжаем выпуск. И в этом году Карачаево-Черкесия поставила рекорд среди субъектов СКФО по количеству установленных мировых рекордов. Ну а на днях в Черкесске состоялось вручение сертификатов лауреатам фестиваля мировых рекордов, который в нашем республике проходит уже в третий раз. Ахмат Халкетчев продолжит. Уникальности событий добавляет и то, какие гости прибыли в нашу республику для честования рекордсменов. Пожалуй, в истории Карачаево-Черкесии ещё не было такого, чтобы одновременно в одном месте собралось такое количество мировых звёзд спорта. Главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко отметил, что фестиваль, ставший уже традиционным для нашей республики, демонстрирует качественный рост. То, что происходит, это всё полезно для республики, для развития в том числе. Автором и организатором идеи фестиваля мировых рекордов в Карачаево-Черкесии является известный наш земляк и неоднократный рекордсмен Марат Узденов. В этом году он установил рекорд наибольшим количеством отжиманий с утяжелением в зубах в 24 килограмма на высоте свыше 4000 метров над уровнем моря. С результатом 12 повторений. Свой сертификат рекордсмен подарил детскому реабилитационному центру в Карачаевске. Наша республика является первым и пока ещё единственным регионом страны, где уже на регулярной основе каждый год устанавливаются мировые рекорды. После вот этого фестиваля, как только мы сфотографируем всех рекордсменов и закинем базу общих мировых рекордсменов, то тогда мы станем в первую пятёрку рейтинга. То есть мы России будем первой пятёркой среди всех субъектов. Это вот многомиллионная Москва, там многомиллионный Санкт-Петербург и Карачаево-Черкесия всего 450 тысяч. На душу населения мы сегодня уже рекордсмен среди всех субъектов Российской Федерации. Череду высокогорных рекордов продолжили Дахир Хубиев и Бикир Узденов. На высоте 3 тысяч 200 метров Дахир поднял 32-килогромовую гирю 51 раз. И на той же высоте в 3200 Бикир Узденов в течение одной минуты сделал 30 отжиманий на брусьях с утяжелением на ногах 20 килограммов. Также в этом году уже официально удалось зарегистрировать рекорд рода Узденовых, установленный в 2018 году. Это было самое массовое восхождение однофамильцев на самую высокую точку Европы, горы Эльбрус, в составе 40 человек. Ну а самый юный участник фестиваля Рамиль Байчуров свой мировой рекорд среди детей до 9 лет установил, сделав 1535 приседаний на высоте более 3000 метров над уровнем моря. А это последние минуты. А еще один из высокогорных рекордов фестиваля 2020 установил первый замминистра по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Карачаевой Черкесии Ислам Хубиев. На высоте более 2000 метров над уровнем моря за 40 секунд сделал 19 больших оборотов на перекладине. Так получилось, что то упражнение, которое я сделал, оно как бы было оценено высоким жюри и признали как рекорд. Ну это как бы, наверное, стимул для моих сверстников повторить, перебить этот рекорд. Не менее интересен и список гастрономических рекордов. Мурат Узденов приготовил 136,2 килограммов башлаг беширгена. Азам Аджамбай в течение 15 часов пожарил 1404 хачана. А первой женщиной Карачаевой Черкесии с личным рекордом стала Любовь Рамазановна Узденова. Она в течение одного дня вручную замесила свыше 260 килограммов теста для хачанов предыдущего рекордсмена. А еще сертификатами, подтверждающими фиксацию мирового рекорда, отметили девятерых всадников, которые в течение 13 дней преодолели 740 километров на лошадях карачаевской породы. Также Марат Узденов поделился планами придать в следующем году фестивалю статус всероссийского и вывести нашу страну в первое место по числу мировых рекордов. Ахмат Халкетчик, Руслан Карченко, Вести Карачаева Черкесия. Кто самый умный в Карачаево-Черкесии? Ответ на этот вопрос подготовил телеканал «Россия-1». Новый сезон интеллектуальной игры «Умники и умницы» стартует в нашем эфире с понедельника. Старшеклассники Карачаева Черкесии покажут, кто является интеллектуальной элитой нашей республики. Финалисты программы продолжат игру на федеральном уровне у профессора Юрия Вяземского. А в эти минуты режиссер программы «Умники и умницы» в Карачаево-Черкесии Ирина Седакова готовит к эфиру четвертьфинал интеллектуальной игры. Приглашаем к эфиру в понедельник, 17 августа в 9.20 утра. В Карачаево-Черкесии водителей разделили на порядочных и агрессивных. И все это связано с денежным поощрением и наказанием. Об этом пойдет речь в программе «Полезное утро» на нашем канале завтра в субботу в 8.00. Некоторые водители «Приор» будут платить страховку «ОСАГО» 16 тысяч рублей. Для порядочных водителей страховая стоимость снизится, а для агрессивных водителей повысится. Вот четкая линия будет проведена между нарушителями правил дорожного движения и стоимостью «Полеза». Мне кому с шампанским конфетами надо подкатить, чтобы все-таки цены снизили? Или это от подкатов не зависит? Нет. Вы мне объясните, чтобы коррупционной составляющей не было? Однозначно, никакой коррупционной составляющей не будет, потому что это не решает человек. Не к кому подойти с цветами и решить вопрос со стоимостью страховки. А еще мы поведаем о том, на что должна обратить внимание мать, когда сын покупает некоторые виды автомобиля. Потому что некоторые виды автомобиля могут привести к одному виду тюрьмы. Это все вести. До встречи и приятных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова